Добрый день, меня зовут Айжан Каримова, я являюсь руководителем туристической компании, офисы которой находятся в городах Нур-Султан и Алма-Аты. На рынке мы уже работаем 16 лет. Так вот, за эти 16 лет мы изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год строили по крупице, по частице свой бизнес. Мы имеем определенную репутацию, нам доверяет свой отдых многие казахстанцы. И, конечно же, это все делалось не одномоментно, не односекундно. Это кропотливый труд всей команды. И 16 марта, как и все, мы были, конечно же, шокированы тем, что режим ЧС объявлен, тем, что остановлены все вылеты. И что мы сделали в тот период? Благодаря нашим туроператорам, средства которых были собраны в фонде Комкор, благодаря средствам наших туроператоров, повторюсь, мы вывезли всех наших туристов из-за границы. Экстренно это было сделано абсолютно со всеми казахстанскими туристами, которые находились на отдыхе. Далее, следующий шаг – это те туристы, у которых был запланирован отдых начиная с 16 марта, и вылеты которых были отменены. Мы им всем предложили сменить даты, изменить, возможно, направления свои. Но это все мы будем делать, с каждым индивидуально решать уже после снятия режима ЧС, как только восстановится авиасообщение. И, конечно же, мы работаем все вместе, весь тур рынок объединился. Вместе с туроператорами, вместе с авиаперевозчиками мы ищем пути выхода из сложившейся ситуации. Но сейчас мы не хотелось бы лично обратиться к нашему правительству с просьбой о помощи. Как можно выразить помощь конкретно в туризме? Я думаю, что если вы отмените нам выплату КПН, который мы должны сделать за 2019 год, вот 2020, если его отменить, то это, конечно же, нам очень сильно поможет. Помимо этого, хотелось бы, чтобы нам отменили выплату ИПН и соцналога до конца 2020 года. И дали нам возможность льготного кредитования, возможно, какого-то беспроцентного, или на очень маленьких каких-то процентах, с мягкими условиями для того, чтобы мы могли взять какую-то кредитную линию и восстановить свой бизнес. И я думаю, что несколько вот этих мер помогут нам хотя бы встать на ноги и даст возможность не увольнять наших сотрудников. Мы этого делать никак не хотим. Ну и от лица всех казахстанцев я, наверное, озвучу такую просьбу, не знаю, насколько она реально и возможна. Это возможность дать нам воспользоваться нашими накопленными пенсионными средствами. Каждый казахстанец накопил определенную сумму в пенсионном фонде. И если правительство разрешит вот именно в такое тяжелое время, во время ЧАЭС, какую-то сумму определенную, фиксированную, да, либо какой-то процент, дать каждому человеку воспользоваться своими накопленными пенсионными средствами для того, чтобы бесполезненно пережить этот период. Я думаю, что это было бы, конечно же, очень большим подспорьем. Почему? Потому что именно та сумма, которую озвучила нам государство, 42 500 тенге, это, конечно же, очень маленькая мизерная сумма, и среднестатистическая семья на нее никак не проживет. А если у кого-то трое, четверо и более детей, это, конечно же, очень маленькая сумма, и прокормить на 42 500 тенге всю семью никак невозможно. Всем спасибо за внимание. Я надеюсь, что наше правительство нас услышит, и вместе мы действительно силы. Всем казахстанцам желаю крепкого здоровья и обязательно соблюдать строгий режим карантина. Дай бог мы все вместе выйдем из этого положения наилучшим образом для нас, мы победим этот коронавирус и восстановим нашу экономику. Всем спасибо и до свидания.